всем привет дорогие рукодельницы огромное спасибо что заглянули на мой маленький уютный вышивальный канал меня зовут яна и сегодня в рубрике вышивальные покупки подарки приобретения и прочее то есть то что пополняет мои хомячьи запасы и сегодня ко мне приехала доставочка от фирмы сделай своими руками и сейчас я буду вам показывать сколько же всякой классной красоты я получила как вы видите здесь довольно много красоты по крайней мере я нахожу ее таковой то есть у меня разбегаются глаза я даже не знаю с чего начать распаковочку здесь также есть новинка которая сейчас очень сильно прогремела в инстаграме это хранители чая долгожданные очень многие рукодельницы их ждали довольно давно вот наконец они вышли и сегодня я покажу вам все все-все-все распаковки что там внутри какие схемы какие ниточки и прочее наверное стоит начать как раз вот этого набора хранители чая потому что мне кажется что он самый такой долгожданный и актуальный на данный момент поехали хранители чая были долгожданным продолжением таких наборов как хранители кофе и ценители кофе конечно по логике вещей должен был случиться и наборчик с чаем потому что не все люди естественно являются кофеманами и наконец это случилось такой крутейший отшив выложили буквально на днях в фирме сделай своими руками что я уверена влюбили тем самым множество рукодельниц потому что вот эта картиночка это превью а сейчас на экран выведу вам сам отшив и вы увидите как же классно и уютно он смотрится в комплектацию этого набора входит аида 16 каунта размером 24 с половиной на 22 ну наверное тут чуть побольше так как с запасом иголочка с золотым ушком аиду вполне можно в этом наборе заменять на равномерку что я и планирую сделать потому что сюжет так получится еще более нежным и красочным словно нарисованный ниточки мулине хлопчатобумажные обычно по моему если я не путаю в сделай своими руками ниточки от пнк имени кирова но вот здесь я что-то не нашла описание наверное тоже они классные нитки меня к ним претензий никаких нет очень нравится что они ложатся на канву как гуашь то есть такие плотные пухлые крестики классные получаются далее это цветная схема как я люблю поэтому наверное я люблю так эту фирму потому что у них самые одни из самых комфортных схем для меня то есть вот я всегда хвалю схемы реолис здесь точно такие же схемы и мне всегда приятно и комфортно по ним вышивать посмотрите вот поближе немножко схема кажется несложной есть местами какие-то эффекты таких одиночных крестиков но на самом деле у меня ощущение что много времени эта работа не займет и я даже вам чуть дальше расскажу свои планы на нее и вот есть еще второй лист на который вынесли то что не поместилось на предыдущий лист тут одна кружечка и ключ давайте глянем что у нас здесь по техникам здесь идет стандартный крест в две нитки идет крест в одну нитку идет шов назад иголкой то есть бэкстич в две нитки и бэкстич в одну нитку также идут и два варианта фрузилков в две ниточки и в одну нитку то есть довольно такие стандартные техники которые подойдут как мне кажется даже начинашкам потому что такого какого-то сверх ординарного мастерства эта схема не требует это такая классная отдыхалочка на первый взгляд да здесь много бэкстича но мне не кажется что он трудный то есть есть бэк с такими гигантскими какими-то протяжками через пол листа которые действительно довольно тяжело сделать а здесь вот такой бэк как я люблю дробный достаточно и вот смотрите здесь еще идет маленькая справочка детали схемы без французских узелков это там где фрузилочки могли немножко загородить цвета символьные указания вот такой вот получился набор хранители чая от фирмы сделать своими руками как вы поняли привел восторгу он не только рукодельниц на просторе инстаграма но и меня потому что мне тоже сразу естественно захотелось такой вышить и конечно же в совокупности с вот этими двумя наборчиками кофейными мне кажется может получиться что-то очень классное уютное для кухни и сейчас я вот еще поделюсь парочка идей когда будем распаковывать кофейные наборы о том как можно оригинально их оформить целом довольно идентичную укомплектованы наборчики здесь также идет а и до 16 аккаунта идут ниточки такие же 18 цветовых в этом наборе единственное что смотрите схемка только что которую мы смотрели она была на газетных листах и схема который я сейчас держу в руках от хранителей кофе она глянцевая любопытно и в принципе вот такой глянцевой схемой я как раз пользуюсь в вышивке королевство книг от сделать своими руками которая сейчас у меня немножко отложена из-за зимнего периода она классная не перетирается мне вот что симпатично эта фирма заботится о том чтобы схема не истрепалась после перегибов то есть перегибы никогда они не закрашивают это очень ценно я первый раз когда увидела восхитилась этим решением можете увидеть моем видео как раз по старту королевство книг я это там отмечала можем сравнить вот схемка чаёчка которым только что смотрели тоже перегибы не закрашены это вот прям супер но просто газетная бумага тут наверное дело вкуса я это и другой бумагой в равной степени пользуюсь для меня самое главное это именно качество раскраски схемы чтобы было по ней комфортно работать но с этим проблем нет я уже рассказывала и в бумажных схемах обычно как правило всегда скотчем вот переклеиваю эти углы а здесь такой потребности нет так как перегибы не закрашены это очень здорово вот этот вот набор хранители кофе мне кажется один из самых популярных в инстаграме среди миниатюр потому что они получаются очень уютными и тоже отлично подходят для кухни и для каких-то таких мест там не знаю даже общепит приятно но не общепит а какие-то маленькие уютные кафешки ресторанчики мне кажется такими работами можно украшать особенно красиво когда вышивается вышиваются эти хранители кофе на мерки мне прям очень нравится потому что они становятся еще такими знаете более милыми и очаровательными поэтому в этом наборе я тоже скорее всего буду делать замену на равномерку причем даже не уверена какого цвета здесь в оригинале идет беленькая можно мне кажется здесь и пофантазировать взять какую-то песочную айвори молоко некипенно белое именно такое чуть теплое вот это же получится очень классно ну и по значкам дайте посмотрим чтобы вы могли сориентироваться насколько эта схема сложная по-моему тоже она не сложная все очень классно и мне кажется что это прям вышивается ну чуть ли не за неделю за две и тоже очень приятный удобный бэкстич ну и последняя по порядку работа в этой серии но не последняя по значимости это ценители кофе давайте развернем их но я подозреваю что здесь будет примерно все то же самое здесь 25 цветов также белая аида 16 каунта сейчас посмотрим наверное схема все-таки тоже глянцевая потому что этот набор более старый до схема глянцевая чуть она кажется по объемнее чем чаек но по принципу такая же смотрите так олени у меня тут посыпались вот они издержки издержки новогоднего декора глядите как устроена здесь схема тоже довольно много бэкстича который украшает эту работу удобная цветная классная схема мне очень нравится не знаю насчет того насколько стоит подряд эти работы вышивать залпом но мне кажется что если вышивать действительно подряд то можно это очень быстро сделать и финишировать вот по техникам мы не посмотрели что там было в хранителях кофе но я думаю что идентично ценителям здесь крест в две нити крест в одну нить потом вот здесь есть бленды меланж они здесь называются кстати прикольно я прочитала недавно книгу дюна фрэнка герберта и там тоже часто использовалось словами меланж так крест в одну нить шов назад иголкой в две нити в одну нить и фрузилочки в две нити в одну нить ну короче все то же самое только мы не посмотрели в предыдущих двух наборах были ли бленды или меланж как они здесь называются сейчас вернемся и глянем я что-то не подумала об этом сразу аида 16 каунта думаю не нуждается в представлении 27 на 25 эта работа чуть побольше и вот ниточки такие кофейные нежные цвета да вот они смотрите ценители кофе вытащила я их еще раз есть здесь бленды то бишь меланже и в хранителях чая обратите внимание бленды тоже имеются ну мне кажется что в этом нет никакой трудности я лично научилась блендами довольно успешно работать просто нарезаю заранее их на отдельный органайзер и потом пользуюсь ими как самыми обычными ниточками все в порядке тем более бленды 1 плюс 1 они довольно благородные ими очень легко вышивать ничего там не перекручивается не перетягивать на себя вот как в dimensions там бленды 3 плюс 1 4 плюс 2 5 плюс 2 вот они реально тяжелые а здесь все в порядке очень любопытно какой из этих трех наборчиков пришелся больше по душе вам обязательно пишите об этом я вот лично не знаю меня разрывает между всеми тремя и вот я еще хотела показать отрез мурана который я купил не так давно целых 100 на 70 сантиметров представляете в шелковой нити купила промахнулась цветом мне этот отрез лишь лежит и я вот думаю можно ли его употребить к этой вышивке но склоняюсь к тому что наверно все таки будет темноват и мрачен все я не знаю куда мне употребить эту мурана на какую вышивку все никак не придумаю канал у меня мертвым грузом лежит если кому-то нужно пишите продам по цене по стоимости шелковой нити либо опишите свои идеи куда ее можно сюда наверное все таки я бы выбрала какой-нибудь песочный оттенок типа того который у меня был на дизайнерских лисичках сейчас вот их как раз показываю на экране очень надеюсь что один из этих наборчиков я начну в этом году скорее всего это будут хранители чая мне прямо хочется но об этом я также чуть дальше расскажу а еще хотела показать вам какие замечательные варианты оформления существуют у этих работ я очень надеюсь что на меня никто не пожалуется за нарушение авторских прав все выкладываю с ссылками на хозяев а увидела просто как красиво багетная мастерская одна оформила вот эти вот две работы кофейные ну логично потому что чайную еще никто не оформлял она еще наверное не отшита даже никем возможно кстати даже что я буду первой вот эти две работы очень красиво были оформлены в такие картины с кофе очком по бокам сейчас на экране у вас одна теперь вторая очень оригинально что касается чая мне мама вот подала идею что можно оформить чайок в поднос я правда пока себе слабо представляю как но наверное просто на дне подноса будет вот это вот в этот рисунок и сверху будет стекло ну в общем я за любой кипиш кроме голодовки я обожаю всякие не стандартные фантазийные оформления поэтому если попадется под руку какая-нибудь мастерская которая готова поэкспериментировать я буду только за вообще вот эти три набор мне кажется сложно не любить потому что они потрясающе красивые стильные и помимо всего прочего еще и дешевые это удивительно лично для меня но не может не радовать как мне кажется рукодельницы потому что качественную вышивку по очень скромным деньгам днем с огнем не сыщешь и вот это как раз тот самый вариант когда сплелось все и качество и доступность вот такими были эти три вышивальных набора поехали дальше а дальше по плану у нас два классных веселых сэмплера я помню времена когда сэмплеры были доступны только в варианте примитивов и на самом деле не многих они привлекали и вот сейчас начинают появляться такие классные мультяшные варианты которые уже влюбляют в себя рукодельниц и вот таким образом у меня вдруг в руках два классных сэмплера но один вот летний давайте его пока отложим а посмотрим для начала зимний и новогодний называется этот сэмплер праздничный лось он также укомплектован 16 аида и 27 цветов присутствует в нем давайте поглядим что же там внутри о какая прелесть глянцевая схема очень классно посмотрите очень приятный лось еще одна отдыхалочка короче говоря у меня появилось очень много отдыхалочек вот как раз под знаете такие новогодние фильмы под такой декабрь ско-январский релакс вот я очень люблю этот период и вот мне кажется в этот период как раз нужно запасаться такой всякой разной уютной вышивкой давайте посмотрим что у нас здесь есть ниточки которые я по-прежнему подозреваю пнк имени кирова вот смотрите какие здесь цвета у нас вот эти мне прям нравится вот вот этот особенно мой супер дальше схемку давайте развернем я вот заметила что газетную схему которая была на ценителях чая на хранителях чая разделили на две части а вот глянцевую схемку и и не делят на две части и и целиком пускают вот смотрите она такая побольше и умещается медок в кадр в лес умещается короче говоря все и опять же места перегиба в обратите внимание не закрашены такой сэмплер мне кажется тоже можно оформить в какую-нибудь классную прикладную правда опять же я пока не придумала в какую честно говоря это будет мой первый опыт вышивки сэмплеров у меня есть еще в запасах одна дизайнерская схема с пасхальным сэмплером но я еще ничего не вышивала я вы думаю что лось будет моим самым первым сэмплером эти посмотрим что у нас тут по техникам по техникам вышивка крестом в две ниточки есть бленды шов назад иголку в 2 и в одну нить и фрузилочки в 2 и в одну нить в общем все стандартно так же как в предыдущих наборах которые мы с вами смотрели ну здесь пожалуй вот покажу вам размер канвы вот смотрите моя рука вот так вот тоже небольшая работка ну тоже здесь на ваш вкус замена на равномерку как мне кажется будет воспринято хорошо этим сюжетом и тоже кстати не обязательно на белую тоже здесь какой-то теплый цвет мог бы подойти ну и второй сэмплерочек не менее очаровательный но имеющий уже меньше отношения к новому году это такие замечательные дачные гуси кстати отличный набор для дачи вообще хорошо тем людям у которых есть дача потому что они могут не бояться что у них закончатся стены а тем кто живет в квартире конечно с этим делом посложнее я все распаковываю потому что неизвестно когда я их буду вышивать что-то раньше что-то позже и поэтому полноценные обзоры будут появляться в разные временные промежутки поэтому сейчас хочется по максимуму показать комплектацию и вообще все что там внутри тем людям которые возможно засматриваются на эти наборчики вот кстати этот гуси по моему тоже новиночка и обращаю внимание на то что здесь газетная схема то есть старый набор я так поняла комплектовались преимущественно глянцем и новый набор вот они идут газетные уже два у меня хранители чая и вот этот вот классный гусь огородник кстати гусь дачник да почти угадала давайте посмотрим на схему тоже очень классная вот кайфую от таких схем максимально быстро я вышиваю такие работы ну знаю что есть те кто любят только черно-белые не могут по цветным а я вот не могу по черно-белым могу только по таким поэтому хвала хвала производителю за то что делают такие классные чудесные схемы давайте посмотрим что здесь по техникам а по техникам у нас крест в две нити есть парочка блендов вот они шов назад иголка в 2 и в одну нить и опять же фразелочки в 2 и в одну нить такая классическая стандартная картина цветов в этом наборе 37 мне вот что нравится что здесь на задней стороне превьюшки написано вообще вся информация вот у каждого набора указано сколько цветов то есть не нужно их считать а можно просто прочитать и аида здесь ну это поняла что везде аида вот это 16 аккаунта ну хотя у меня в королевстве книга она была 14 аккаунта я ее заменял на равномерку если вот кто смотрел мои влоги здесь кстати попался повезло попался кусочек края аиды так что здесь обмотывать придется только три стороны они четыре я всегда обмотываю канву не знаю мне нервный тик я постоянно боюсь что она начнет рассыпаться и здесь вот ниточек побольше видите две плашки давайте цвета посмотрим очень вот эти вот сочные красные огородные вызывают ассоциации и много-много всяких таких коричневато зеленовато болотных вот такой вот был гусь дачник но остались две последние работки побольше такая викторианская набережная и ловец снов не знаю с какой начать давайте наверное начнем с то что поменьше это ловец снов до сей поры я опять же ловцов снов никогда не вышивала но я осталась в восторге когда увидел эту превьюшку по мне вышивка на черной основе она всегда смотрится очень выигрышно особенно если она какая-нибудь яркая вот эта игра на контрасте добавляет красок и привлекает внимание даже тех кто стоит далеко от этой вышивки поэтому мне кажется что вау-эффект при финише этой работе будет обеспечен и можно реально ведь оформить его в самый настоящий ловец снов там как-то оригинально давайте посмотрим что у нас тут внутри здесь также указано вот что идет аида 16 каунта и 30 цветов наборе смотрите какие они сочные вообще мне очень нравится превьюшки они на таком добротном плотном материале напечатаны одно удовольствие держать в руках глянцевая глянцевые даже схема то что на одной не поместилась но и вот она аида черного цвета размер ее 19 на 46 одно удовольствие знаете даже просто распаковывать эти работы я уже молчу про то чтобы начать их вышивать потому что руки тянутся начать буквально все и сразу конечно плохой вариант но вполне имеет право на существование вот они ниточки очень много всяких оранжевых оттенков и вот сзади есть вот эти голубые а голубой от вообще мой самый любимый цвет поэтому я с огромным удовольствием обычно всегда на вот эти нитки засматриваясь голубоватых и бирюзовых оттенков вот схема давайте посмотрим что здесь ну ничего сложного я считаю да опять же много бэка но бэк украшает работы есть даже хэштег такой магия бэка и бэк животворящий вот по этому хэштегу собрано то как бэкстич вообще меняет характер работы после того как его вышьют и вот еще остаточки то что не влезла перышки о классные ну перышки да даже несмотря на то что тут много цветов используется нет одиночек эффекта многоцветки так что все думаю что будет быстро достаточно вышиваться давайте смотреть на технике вышивку две нитки обратите внимание ни одного бленда нет шов назад иголку в две нитки шов назад иголку в одну нить и не нет ни одного фрузилочка вот он ключ кому интересно о смотрите какая красивая очаровательная получилась композиция я балдею да вот в этой работе конечно я думаю будет такой эффект взрыва я бы сказала потому что она очень яркая на черном фоне это будет потрясающе красиво смотреться вот принципе здесь тоже можно на равномерку заменить но я ни разу не вышивала на черной равномерке мне кажется это будет непросто ну и в черной аиде не так сильно в глаза бросаются дырочки поэтому думаю что скорее всего я ничего здесь заменять не буду оставлю как есть ну и по размеру опять же смотрите повезло тут не видно а вот край то есть придется обмотывать только три края но и она такая длинненькая получилась тут извините мой инструментарий весь входит в кадр длинная работа я люблю такие продолговатые работы вот показала все переходим к последней ну и вот наконец-то шла очередь до самой большой работы из тех что я сегодня получила это вот такая классная викторианская набережная размером она семьдесят восемь на двадцать восемь сантиметров почти как мое королевство книг там если я не путаю 77 на 28 ну короче примерно одно и то же то есть это такая вышивка гигант скажем так потому что ну по крайней мере для меня потому что королевство книг это вообще самая большая вышивка из всех которые у меня были мама моя конечно например может похвастаться более большим объемом масштабом работы потому что вышивая зеленую деревню корейскую дом ее размер я не помню но вот сейчас выведу на экран и вот она когда увидела это викторианскую набережную сегодня уже после того как я ее получила говорит хочешь я вышью у меня уже есть опыт ну не знаю кто я конечно будет вышивать но работа масштабная честно говоря еще королевство книг я не вышила отложила его из-за нового года то есть в новогодние праздники я всегда вышиваю вообще в предновогодний период вышиваю вышивку релевантную настроению вообще праздником торжествую так далее поэтому королевству книг я вернусь весной сейчас давайте посмотрим вот можно повнимательнее глянуть здесь такие классные классные пестрые домики и вот подъемники вот эти подъемники мне напоминают очень сильно красную поляну у нас в сочи и там кстати домики тоже построены по такому европейскому образцу типа там амстердама или чего-то такого поэтому в принципе вышиваю эту работу можно представлять себе розу хутор или другие горные курорты схемка глянцевая как и у королевства книг очень похожа тоже такая снасти гигантская огромная я в восторге по таким схемам очень люблю вышивать и никакая сага мне не нужна единственное что я обычно вот чтобы так какие сворачиваю и на магниты прикрепляю канве чтобы не переворачивать постоянно эту страницу я себе ксерокопирую схему и отдельно ее держу ой не схема ключ и отдельно его держу это правда удобней поэтому пользуйтесь рекомендации кому нужно посмотрите здесь о здорово в ключе обнаружена ошибка правильное соответствие цветов указано ниже кстати мне вот что нравится очень клиент ориентирован подходят к моменту когда обнаруживается какие-то ошибки я в королевстве книг случайно обнаружила что там какого-то значка не хватало написал на почту производителю очень мне вежливо культурно ответили извинились принесли свои извинения за то что были такие неудобства доставлены и указали на то как правильно вышивать ну потому что у меня набор был старой комплектации а в новой это уже исправили вот поглядите какая тут схема но тут конечно же немножко посложнее видите здесь такие ну как будто одиночки появляются но тем не менее лично для меня эта схема не кажется сложной думаю не достанется она маме вышивать ее буду я мне она тоже нравится вот здесь еще смотрите еще вот ключик снизу к сожалению мне не место ни камеры не позволяют расстелить все эти схемы чтобы показать их наверное здесь бы пол комнаты заняла эта схемка суммарно весь пол то что здесь правда очень много смотреть это же еще даже не конец вот вот еще много много но ничего можно вышивать лист вышел еще что-то другое повышевал лист вышел еще что-то другое я вот по своему опыту королевства книг поняла что лист не так это долго вышивается кстати вот кому интересно заходите я видео по королевству книга ставлю под этим роликом вернее ссылку на него заходите и глядите если вам любопытно как там это посмотрите здесь есть еще превьюшки других наборов из такой же серии с домиками вот честно говоря мне вот этот вот правый понравился добро пожаловать очень симпатичные напоминает как раз мамину вот эту вот зеленую деревушку очень плотно вот здесь вот прям толстенький такой пласт материалов но это нужно думать столько работы столько крестиков вот очень много здесь ниточек раз два две плашечки кстати мне очень нравится также что здесь органайзеры вот в такие дырочки это мой любимый формат органайзеров и здесь я вот на обратную сторону обычно цепляю бленды это удобно то что не надо пользоваться сторонними органайзерами или нарезать из картонки как я это делаю иногда посмотрите какие здесь разнообразные классные цвета всякие голубые красные и здесь уже зеленые желтые класснеет ой конву я думаю вот уж тут не стоит да она длинная не поместится давайте попробуем я вот включила камеру 05 ну расширенный широкий широкоугольный объектив чтобы показать она очень большая вот моя рука большая классная работа получится я люблю такие огромные работы мне кажется это повышает их ценность аида здесь идет шестнадцатого каунта вот я только что прочитала кажется до 51 цвет идет в этой наборе в этом наборе вы простите уже начинаю заговариваться но на 16 аиде безусловно гораздо приятнее вышивать чем на 14 я прям большой ненавистник 14 каунта вот эти гигантские дырки они меня сводят с ума даже на вышивке с полной зашивкой поэтому я рада что здесь 16 каунт так как здесь практически полная зашивка я думаю что канву менять не буду на равномерку оставлю как есть вот здесь только на небе небольшие дырочки без зашивки давайте посмотрим что у нас здесь по техникам вот здесь вот в этом ключе дан весь крест в две нити и нет блендов да здесь вот тоже просто стандартный крест в две ниточки и вот на этом листе крест в одну ниточку там фрузил очки в одну нитку и шов назад иголкой в две нити такие вот здесь техники идут очень классная работа я осталась под большим впечатлением как вам уже сказала мне хочется начинать все и сразу я не знаю сейчас как как мне это пережить но еще не могу удержаться хочу показать подарочки которые мне положили это классный блокнотик с брендированием сделать своими руками андриана очень классное отрывно я думаю потому что здесь нужно отрывать сразу как только что ты напишешь такая линеечка линейка закладка я бы сказала вот мне кстати очень нравится вот этот средний домик я как раз думала о нем когда выбирала все то что вы сегодня увидели было мне в корзине на мире крестиком этот сейчас вижу страну пионов тоже на мне нравится кстати вот это тоже нравится ну как обычно все пошло снежным колом нравится все когда выбирала викторианскую набережную как раз выбирала между ней вот этим вот классным оленем покажу его вам покрупнее на экране а также между ночным светящимся городом эти три работы мне очень привлекли тоже рекомендую обратить на них внимание не очень классные это такие открыточки скажем так наверное вот викторианская набережная тоже такая открыточка мне очень нравится вообще идея очень здорово смотрится я использую такие открытки часто в качестве закладок и вот еще есть с ценителями кофе которые мы сегодня с вами распаковывали и вот мамина любовь я вышивала такую работу правда брюнетку у меня вот предыдущее видео как раз за ней я тоже оставляю ссылку заходите если вам интересно смотрите очень классная и нежная работа я ее оформляла с цветной дорисовкой и еще две вот такие классные закладочки вообще я их когда увидела я поняла что это шикарная идея для органайзера мне вот знаете захотелось даже использовать не по назначению а дыроколом потеряю дырочки использовать в качестве органайзера вот этот вот взять себе в королевство книг вот это королевство книг это как раз вот такая работа вот и ну вот это у меня таких тюльпанов нет куда-нибудь другое место вообще мне кажется что это такая классная бизнес идея делать свои брендированные органайзеры с тем рисунком который которым этот органайзер и укомплектовывать мне кажется это было бы очень классно и стильно ну что же вот такими были мои вышивальные новости а именно пополнение хомячек хомячку и как могу но я считаю что я сегодня вам показала прям огромнейшее количество красоты я сама даже не могу понять какой из наборов мне понравился больше всех потому что они все чудесные прекрасные и вот сейчас я под огромным вопросом что же мне вышивать когда я закончу работу над своим рождественским санта дименшинс и еще там коржик корги у меня в процессе у меня лежала менять урка дима я думаю что как раз под новый год я начну но вот свете последних событий думаю что все-таки не начну начну что-то из этого и вот совершенно не представляю что а мне еще такой классный подарок сделала одна девочка с которой мы познакомились в инстаграме тоже от этой же фирмы сделать своими руками вот такие вот классные пингвинчики я от них просто в восторге но не буду уже их распаковывать здесь примерно все то же самое вот я сейчас страдаю не знаю что же мне начинать но вот викторианскую набережную вряд ли ловец но в тоже вряд ли а вот что-то такое зимняя типа вот лосика или пингвинчиков или чаек с кофе определенно начну вот не знаю поделитесь во первых впечатлениями как вам все это и что вам понравилось больше всего а во вторых посоветуйте порекомендуйте что же мне все-таки начать то что меня разрывает буквально между всем а если вам самим захочется что-то из этого приобрести я пользуюсь случаем хочу поделиться промо-кодами на сайте мир крестиком промо-код дает дополнительную скидку 10 процентов которая суммируется со всеми акциями на сайте и с личной накопительной скидкой в личном кабинете промо-коды психея 10 и психея блог вы их сейчас видите на экране они одноразовые то есть если один раз вы им воспользовались пользуйтесь уже вторым если воспользовались обоими то вот к сожалению пока новых промо-кодов наверное не предвидится и также пользуясь случаем конечно же хочу пригласить вас свой инстаграм я там более активно чем на ю тубе всегда выкладываю что-то интересное в посты или в stories поэтому буду рада новым друзьям огромнейшее вам спасибо что посмотрели это видео я очень радуюсь любой вашей обратной связи будь то лайк или приятный комментарий не ругательный всем желаю отличного настроения прекрасных выходных уютного декабря и вот надеялась что пока я буду видео снимать пойдет снежок но к сожалению все стало еще хуже снежок который был это начал таять такая вот грязюка на улице ну ничего будем вот заряжаться вот таким замечательным новогодним настроением всем пока пока крепко вас обнимаю